а давайте-ка мы с вами приготовим крылатую рыбу если вы не знаете что это такое я вам расскажу так в древности называли кальмара сегодня с вами ждет удивительное блюдо кальмар в сметанном соусе здравствуйте в эфире программа все готово и сегодня вас ждет открытие это кальмар в сметане с луком морковью зеленью перчиком и сахаром сахар надо чуть-чуть буквально щепотку для вкуса а блюдо готовится просто не забудьте только сделать к нему гарнир картофельное пюре рис или макароны вернее пасту все гениальное просто мы с вами сейчас нарезаем тонкими полукольцами лук натираем морковку и пассируем все это в растительном или на топленом масле кальмар морское существо во всех отношениях полезные для нашего стола мало того что в нем прорва витаминов мало того что он содержит фосфор он еще очень нежный и очень интересный кальмар нежный нам конечно почаще надо готовить кальмара правда есть его один минус во первых не все любят его чистить во вторых он когда его готовишь уменьшается в размерах но тем не менее на нашем столе кальмар должен быть в обязательном порядке потому что он содержит прорву витаминов и полезный для нас фосфор лук нарезаем полукольцами можно его и более мелко нарезать но я люблю так а морковку просто незатейливо натираем на крупной терке все можно выключиться как ты по-турецки я морковь держу блюдо для тех хозяев которые боятся кальмара готовить потому что он очень часто получается резиновым а я вам расскажу способ приготовления когда кальман будет всегда мягкий нежный и сочный сейчас я домучу уже морковку и можно будет идти к плите и так лук у нас нарезан четверть кольцами морковь натерт на крупной терке и нас ждет сковорода с разогретым сливочным или растительным маслом мало кто знает что когда мы готовим кальмаров их нужно чистить не только от внешней пленочки но и от внутренней тогда это будет гарантией того что кальмаров станет нежным когда вы его приготовите и есть еще один секрет кальмаров нужно варить либо очень быстро либо варить долго если вы готовите кальмаров для салата например вам нужно опустить их на полтора если вы готовите например салат из кальмаров то чтобы кальмары были нежными сделайте следующее движение на кухне если вы готовите салат из кальмаров то чтобы кальмар был нежным сделайте следующее скипятите воду с укропом и лимоном запустите туда кальмары на две минуты после этого вы их можете вынимать остужать и готовить салат кальмар будет сочным нежным и вкусным ну если вы хотите варить их традиционным способом тогда не зазевайтесь вынимать их тоже ровно через две минуты но если все-таки зазевались тогда варите не меньше часа кальмар опять станет мягким кальмар прекрасно считается с чесноком с яблоком и даже с курицей китайцы не зря готовят свои знаменитые вантоны пельмени смешивая кальмаров смешивая свинину смешивая курицу у нас там пассируются овощи они должны быть мягкими и кальмар будет последним ингредиентом который мы с вами положим в наше блюдо блюдо подается с петрушкой хотя кальмар обитатель моря и вроде и к рыбе и к морскому гадам или к фруктам моря к дарам моря больше всего подходит петрушка и ой хотя кальмар обитатель морской тем не менее к нему нужно подавать петрушку а не укроп дело в том что немножко резкий запах укропа не очень дружит с тонким ароматом кальмара поэтому подаем петрушку и вы не поверите кальмару принято подавать красное вино они белые посмотрите какая у нас красота получилась очень нежный беленький нарядный кальмар чик кое-где еще розовая кожица у него прослеживается и вы знаете это правда это очень вкусно вот вы не поверите но кальмар очень очень хорошо сочетается с морковью и они как-то вот буквально созданы друг для друга такие нарядные колечки а если вы сюда еще добавите и грибов шампиньонов будет вообще волшебное блюдо последний штрих немножечко петрушки чуть-чуть совсем бокальчик красного вина и я думаю уютный вечер в семейном кругу или в кругу с друзьями будет удачным это была программа все готово встретимся через неделю всего хорошего и и Субтитры подогнал «Симон»!